Продолжение следует... Будете составлять и писать простые предложения. Давайте вспомним. Наша речь состоит из предложений. Предложение выражает одну законченную мысль. В устной речи предложения разделяются интонацией. Интонация – это паузы, повышение или понижение голоса. В письменной речи предложения выделяются большой буквой в начале, точкой, вопросительным или восклицательными знаками в конце предложения. Откройте свои учебники на странице 106. Выполним первое упражнение устно. Прочитайте. Проведите исследование. Определите, где предложение. Ребята, скажите, пожалуйста, являются ли эти слова предложением? Верно. Это просто перечисление слов. Следующий амзац. Спорт – это сила и здоровье. Мой друг ходит на плавание. Вчера я смотрел футбольный матч. Папа читает спортивные новости. Скажите, пожалуйста, эти слова являются предложением? Конечно. Давайте докажем, что это предложение по плану, который дан нам ниже. Для этого нужно ответить на вопросы. Первый вопрос. Как связаны слова в предложении? Запомните, слова в предложении связаны между собой по смыслу. Второй вопрос. Как пишется первое слово в предложении? В предложении первое слово пишется с большой буквы. Третий вопрос. Что стоит в конце предложения? В конце этих предложений стоит точка. Откройте свои рабочие тетради на странице 20. Сядьте ровно и держите тетрадь под наклоном. Сохраняйте эту позу во время всей письменной работы. В первом задании давайте выполним минутку чистописания. Пишите правильно и красиво. В первой строчке пропишите слово рисунок. На второй строке запишите предложение. На обложке книги есть название и рисунок. Выполним упражнение 2 в рабочей тетради. С опорой на учебник страница 106, упражнение 2. Первая строчка. В стадионе на соревнования проходят. Являются ли эти слова предложением? Нет, они не связаны по смыслу. Давайте составим из этих слов предложение. Обратите внимание, слова с заглавной буквы – это начало предложения. На стадионе проходят соревнования. Запишите это предложение. Вторая строчка. Ходят футбол мальчики на. Поставим слова в правильном порядке, чтобы получилось предложение. Мальчики ходят на футбол. Записываем это предложение. Третья строчка. Поменяем слова местами. Девочки занимаются гимнастикой. Ребята, а вы занимаетесь спортом? Те дети, кто усердно и постоянно занимаются спортом, в будущем становятся чемпионами. А кто такой чемпион? Чемпион-спортсмен или спортивная команда, ставшая победителями в каком-либо соревновании. Обычно в спортивном. Кстати, слово чемпион – словарное слово. Запомните его на писании. В задании три нам даны слова. Книга, рисунок, обложка. Нам нужно составить предложение с этими словами. Мой вариант такой. На обложке книги были интересные рисунки. Придумайте свои предложения. Или можете воспользоваться моим вариантом. Вернемся к работе в учебнике. Посмотрите на упражнение 4 на странице 107. Прочитайте. Как называется стихотворение и можно ли понять из названия о чем оно? Как называется стихотворение? Силач. Как вы думаете, о ком оно или о чем? Наверное, о каком-то силаче. Давайте прочитаем его вместе. Силачом я стать хочу. Прихожу я к силачу. Расскажите вот о чем. Как вы стали силачом? Свой секрет не утою. Рано утром я встаю. И при солнце, и в ненастие открываю окна настиж. Приступаю я к зарядке. Вместе пятки, врозь носки. Приседания и прыжки. Сто веселых упражнений со скакалкой и мечом. Будешь делать их без лени, тоже станешь силачом. Подумайте на досуге, какие секреты силача вы узнали. Что нужно сделать для того, чтобы быть сильным? Вернемся к работе в тетради. Выполним четвертое упражнение. В этих предложениях допущены ошибки. Давайте их исправим и запишем правильно в нашей тетради. У тебя есть книги о спорте? Догадались? Какие здесь допущены ошибки? Правильно! Начало предложения пишется с заглавной буквы. А в конце мы должны поставить знак препинания. Что мы поставим? У тебя есть книги о спорте? Мы поставим вопросительный знак. Потому что мы спрашиваем. Есть у тебя книги о спорте? Второе предложение. Дети читали рассказ о спортсменах. Вы догадались, где ошибки? Отлично! Начало предложения обозначаем заглавной буквой. И в конце мы ставим точку. Потому что мы просто сообщаем, рассказываем, что дети читали рассказ о спортсменах. В пятом задании в тетради нам нужно закончить предложение. Рассказать о себе. Мой вариант такой. Утром я всегда делаю зарядку или гимнастику. В школу я иду пешком. Или в школу я еду на машине. Я умею делать сам уроки. Я люблю заниматься спортом. Или музыкой. Наша семья в выходные дни гуляет в парке. Придумайте свой вариант. Или воспользуйтесь моим. Подводим итоги. На уроке вы вспомнили, что в письменной речи предложения выделяются большой буквой в начале и точкой, вопросительным и восклицательным знаками в конце предложения. Ребята, если вам было интересно и вы справились со всеми заданиями, нарисуйте смайлику улыбку. Рядом со смайликом шкала трудностей. Закрасьте в ней соответствующий кружок. Спасибо за внимание. До новых встреч!